я приветствую всех на нашем канале на дворе осень и я сегодня передники вы наверное очень удивитесь кажется сезон посадки уже закончился но тем не менее ничего подобного мы еще продолжаем сажать я сегодня вам покажу как можно сделать красивый вазон именно чтобы он радовал нас на протяжении осени и зимы сейчас в различных торговых сетях торговых центрах или же в садовых учреждениях которые в магазинах которые садовые идет осенние распродажи продают те хвойники которые не смогли продать летом или же хвойники которые маленькие то есть есть из чего выбрать и продают они кстати очень большой скидкой поэтому мы сейчас их можно накупить посадить осенней же посадка допустила и они будут радовать нас на протяжении осени и зимы вот здесь я выставил вам различные варианты декорации наших вазонов зону мы уже очень много рассказывает очень красивые удобные функциональны зоны выполнены в трех различных вариантах под бронзу под бетон и античные бозоны то есть белые они великолепно описывается в любой любой ландшафтный дизайн сада также могут служить могут дополнительным украшением любой входной группы оригинально смотрятся с любыми с нашими товарами то будет собаки фонтаны лавки но об этом можно рассказать очень долго то есть они великолепно могут украсить любую зону и так я для примера взяла вазон выполнены под бронзу с патиной малахитовый он очень оригинальный устойчивый и главное что он широкий вот здесь у меня стоят различные вазоны уже задекорированы варианты с тыквами различные с листьями с хризантем с хвойниками с просто обычные листья то есть вариантов различные декорации очень много вы можете составить свою собственную композицию я решила сделать композицию из менее хвойников как я уже сказала их сейчас очень много продают на различных распродажах ну и так приступим я купила такие можжевельнички блюстар они они имеют голубую хвою оригинальные очень такие красивые я хочу их посадить вот так по кругу в центр композиции у меня композиция будет смещена вот к этому краю так как у меня вазон стоит вот здесь к стене будет поэтому вот сюда в центр я смещаю не в центр сажая а смещая к этому краю сажая елочку коньку мне на безумно нравится я поэтому ее фактически всегда использую итак приступим грунт у меня специализированный для хвойников я вот так их распределяем по поверхности вы можете сажать в любом исполнении любые хвойники взять те которые вообще вам просто нравятся а потом просто я подсыплю земли у меня земля здесь для хвойников рыхлая с рыжим торфом скорее всего кислым даже специализированный грунт для хвойников так вот сюда я посажу я уже сказала ель коньку вы можете использовать различные варианты какие вам нравятся сюда я посажу барбарис ред джу он красный красивый и он будет у нас служить украшением наши наши клумбы хочу сказать что барбарис вообще терпеливо относятся к любым видам почвы поэтому здесь среди хвойников он тоже себя будет чувствовать очень хорошо смотрите как он замечательно вписывается а весной тогда уже я высажу эти все хвойники в грунт сейчас они у меня послужат украшением на протяжении всей зимы когда будет если слишком холодно то конечно же я могу эту композицию занести в дом ну и так как это у нас осенние композиции я добавлю атрибут осени вот сюда воткну желтые листочки даже если они пожухнут ничего страшного они будут тоже оригинально очень смотреться и завершить нашу композицию у меня есть вот такие искусственные ягоды их очень часто продают в магазинах то есть пожалуйста это легко и просто их можно приобрести для полнота сюжета все-таки это у нас озенние композиции вот сюда я добавлю пластмассовые тыковки они тоже не боятся атмосферы будут великолепно чувствовать себя на открытом воздухе посмотрите какая у нас чудесная композиция получилась причем она может находиться весь зимний период на улице единственное что вот эта вот елочка у нас требовательна по уходу она может немного подмерзнуть но когда начнутся уж сильные морозы накройте и укройте ее или просто перенесите в дом воткнув сюда просто еловые или сосновые ветки тоже будет очень оригинально смотреться вот эти хвойники в электричество чувствуют себя на воздухе поэтому не боятся барбарис тоже морозоустойчивый поэтому вот такую композицию мы можем сделать ну а пластмасс она не боится никаких морозов дождей поэтому могут находиться весь сезон ну листья наверное пожухнут но мы опять таки соответственно сезону измерим изменим композицию добавим новые или уберем их совсем здесь просто не сделали яркий акцент ну тем не менее вот эта композиция может стоять достаточно долго и радует ваш взгляд и в общем то и не только ваши приходящие в гости к вам людей вот эти все композиции созданы специально для вас то есть вы можете забрать эту идею и точно так же задекорировать ваши ваши вазоны все эти вазоны если они вам понравились вы можете найти у нас в интернет-магазине хитсад а композицию я вам дарю пожалуйста дерзайте творите это всегда прекрасно оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал и хорошей золотой вам в осени всем пока